всем привет как вы видите я загнал свою машину в гаражик для чего да очень простая это сказать сегодня повестка дня надо перед поездочкой поменять маслица а то я как бы тут всем говорю что надо масло менять каждые 7000 нью как не больше раньше не позже ну позже там нельзя вот раньше можно точно вот ну типа там смазывающие свойства после 5000 теряются а сам то я уже проехал 9600 хотите посмотреть ну я честное слово не обманываю ну это вам вот вам вот вам 9600 представляете и вот мой пробег ты сто шестьдесят две тысячи семьсот сорок три это для тех кто интересуется какой пробег вот такой пробег немножечко неумолительный вот заезжал сегодня к товарищу на алексею алексей привет тебе если смотришь меня ну хотя вряд ли конечно же ну ладно вдруг маленький гараж надо гараж побольше брать я прикупил прикупила себе короче масло моторного и прикупил я себе масло в редуктор масло в редукторе я себе взял для того чтобы как это сказать правильно промыть его еще раз бы более лучше промыть поменяем сегодня еще и в заднем редукторе я взял два литра и я думаю нам теперь точно хватит масло в редукторе вот такое маслица не обращайте на накидочку на задней сиденьях у меня сзади ездит пес а у него обильные слюны выделения короче он любит поливать мою кожу на сиденьях слюной своей а ее потом хрен отмоешь так вот масло 530 едемицу зепро вот туринг хорошее масло все рекомендую металлической упаковки в таре вот такой прикольный офигенское масло люблю его взял вот такого вот антимасла раз два вот по столько вот вот такой вот редуктор масла вот за такие вот денежки 180 рублей за литр я понимаю что это бесплатно но мы на нем поездим я думаю мы лета ну минимум тысячу тысячу на этом массе проедем а там дальше его поменяем на нормальное subaru маслом как раз она придет я его заказал и еще я взял феля тебе здорово просто эпоксидный грунт кислотный хороший грунт превращает ржавчину сразу же в в грунт непосредственно то есть перебыватель ржавчины в грунт как у вюрта то же самое по фактически должно быть не знаю как на самом деле точно так чему хочу показать прикол хотите вот короче моя дверь я тут немножко решил поковырять и это так вот ну мальца совсем так в легкую вот моя дверь водительская не есть такая небольшая беда ну как вот беда для кого-то беда для кого-то борода секундочку всем кто на канале красим правильно привет вот ребята я вас отключу чуть-чуть вот так вот славко блин ну не получится у меня тебе приехать и покрасить тебе проемы чтобы ты меня еще и научил красить но об этом чуть-чуть потом лирическое сцепление вот есть вот такая борода вот такая вот ржавчинка мягко так сказать выражаясь что ж так ярко то все откуда бы так посвятить бы нормально видного виды до ржавчина ржавчина вот здесь вот у меня я все это здесь это был герметик намазан ну как обычно все там пода типа аля все это завод на самом деле дверь по моему была бита мне так кажется но это не суть так вот вот у меня видите вот он герметик лежит и вот он вон там весь такой вон там тоже он весь хороший здесь он тоже был хороший красивый но там увы там ребята там вот такая вот борода там ржавчина под герметиком как раз там вот в этом вот маленьком маленьком канте в сочленении где и филенка за находит на вот внутреннюю часть двери там начинается ржавчина вон она там короче сидит зараза сейчас мы поможем одним волшебным средством и будем ждать смотреть на него будем я не знаю сколько ну ваше предположение как быстро она все зниет через полгода год вот в таком я ничем не буду я сейчас вот просто замажу одной фигней славко знаю чем молчи славко никому не говори эксперимент впереди зима всю зиму это все дело проходит и весной посмотрим полгода примерно давайте сейчас я там доснимаю герметик дальше там вот весь кант нижний танк я доснимаю гербетос здесь есть может здесь вот уже даже тоже подорвало здесь это подорвало да видите да вот там вон там вообще по моему даже вон ржавчина пошла вон аж снизу вот там тоже все поковыряем все разберем так ну чё еле-еле короче нашел чудо-средство сейчас мы будем проверять теории вот наша ржавчина да так вот его возьмем и подмажем здесь вот так вот ну и в таком духе подмажем все 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 так и теперь можно помазить до конца есть весь нижний кант ржавеет нафиг ладно да готова типа типа готова за антикурил дверь ну теперь будем с вами наблюдать насколько это будет все живучи и адекватно по отношению ко всем как оно поможет не поможет пойдет ржавчина дальше остановится ли ржавчины и вообще то есть имела ли это смысл вот этот вот весь цирк который мы только что видели смазание кисточкой в разношении заклинаний и прочих валитов короче вот полезли поменяем маслица модуру к специалисты subaru почему вот на коробочке почему вот здесь вот на коробочке видно да вам но это масло сапунов а кпп вот этих вот двух вот они вниз смотрят это два сапуна с них фигачит масло периодически ну как бы она не фигачит она потеет в этом месте то есть это место где вот ну вы понимаете да где это место это вот там вон она вот там у меня постоянно мокреет мокреет там чуть-чуть там где вот стартер вот он стартер специалисты по коробкам я знаю вы должны глядеть меня скажите пожалуйста почему там так вот из-за чего может давить масло перелива нету давит уже так примерно год как я поменял масло коробка пинается до без этого никак почему она здесь давит в чем проблема ухой ушла жидкость гура удалился с до максимума верхнего пускай будет больше чем меньше поскольку у меня с речки чуть-чуть давит там в одном месте где сальник вот и так в целом все хорошо вот кстати моя мой вертыш выжить наверное все ведь хотели не посмотреть вот сам вертыш сам вертыш он сухой рядом место с ним мокрая мокрая но потому что я снял вот этот клапан avls у которого такая синенькая фишечка и поставила у него металлическая прокладка одноразовая естественно ты его снял а нужно ставить уже новую прокладку я поставил старую теперь здесь немножечко чуть-чуть потеет совсем чуть-чуть но сам клапан мой вертыш в клапан avls то датчик давления масла вот он датчик давления масла он сухой хоть ты тресни все хорошо с ним то есть вертыш это удачное решение маслица наверно еще горячеватая даже они уже тепло я с вами болтал очень долго поэтому она уже успел остыть так только в морду мне не плюс черная черная 10 тысяч а вы говорите 15 ездить на 77 это потолок уже 7 это уже это уже поздно 7 5000 работают присадки потом не работает блин промывку не купил ну ладно поменяю без промывки ну долью сейчас чуть-чуть маслица обычного ну то есть оригинального чтобы пролить так сказать чтобы вылить вот эту гадость которая осталась вот здесь вот внизу чтобы заменить ее на более свежая чтобы максимально поменять ну почти прозрачная сейчас видите да совсем прозрачная вот только маленькая черненькая полосочка в середине это темное масло а с краев уже течет светлое масло ну пускай стекает сейчас еще тут масляный фильтр поменяем масляный фильтр находится вот здесь вот вот в этой вот адской дыре между выпуском двух голов правая голова правая голова и левая голова вот они соединяются здесь в катализаторе она скорее всего они здесь собираются ни разу не скрывал эту конструкцию здесь такие термоэкраны вся фигня вот и вот в этом вот как раз в этой вот дырке вот там вот наверху сейчас я вам попробую показать ни хрена не видно где мой фонарик виталька да пользуюсь фонариком куда деваться о видите а здесь нас масляный фильтр его надо туда как-то выкрутить как это сделать если у вас нету специального съемника правильно никак я же буду сейчас откручивать это дело руками пытаться сделать это надеюсь что у меня все получится уже до этого я пользовался съемником на съемник у меня крякнул своевременно так что так вот а еще у меня фигачит а еще у меня фигачит с ролевой рейки масла вы видите вот вот как у меня здесь все мокрое уходит декстрончик килограммами вот отсюда фигачит вот с этого сальника червячного механизма через верхушку переливается с левой стороны вот их ну неважно не суть короче надо менять пыльник у сальник алиб можно ролевый рейк поменять все целиком 3000 стоит на форпосте вот наш с вами фильтр как все говорили масляный фильтр сакура тоже менять его будем какой-то уже след непонятный типа ржавчина уже на нем пошла представляете вон видите вон вверху . это цифра ржавчина так коробка сухая поддон не подтекает помните да мы с вами меняли масло коробки со снятием поддона вот ничего не подтекает все хорошо прям поддончик чуть-чуть правда зацвел здесь нет никакой течи помните да была у меня течь привода сухие и там и там все сухо сейчас вот эту гигантскую гайку открутим на на 75 по моему торкс и поменяем масло в редукторе также соленблоки которые я менял китайские живые целые вот так вот вот наша с вами гаечка масляного поддона протрем ее гаечками шлицевое шлицы на 17 вот сюда бы конечно же магнитную гайку но у меня пока такой нет вынесут нам с вами нужно обязательно поменять вот эту вот шайбочку поскольку она изначально я покажу какая она сейчас она сейчас вот такая вот тоненькая тоненькая должна быть пухленькая пухленькая сейчас я достану новую номеру шайбочек вот такой вот если кому-то вдруг интересно вот шайбочка оригинальная модель japan видите вон надо in japan и шайбочка имеет вот такую вот форму понимаете да вот так вот а вот это вот шайбочка настоящая плоской частью кладется на нашу с вами пробку пушистая часть частью таскать конусный мы закручиваем наш поддон пойдемте закручивать активом оставшуюся фигню атака и закручиваем гаечку ну когда естественно все масло слилось закрутили берем трещоточку и головочку на 17 и подтягиваем чтобы шайбочка наша сплюснулась вот оно вот так все ничего здесь уже течь никогда не будет вот если вы поменяете шайбочку на ваши пробки а если не поменяете то увы будет есть очень большой шанс что будет сопливить у вас так я все таки же собрал свой съемник опять назад но у меня вот здесь вот он порвался поскольку я неправильно проточил головку сейчас все переделал сделал съемник тонул фильтр он уже пошел давайте я его выну возьмем-ка мы с вами еще одну канистрочку такую зелененькую и вот так вот насколько мы уже тронули сейчас очень легко и уверенно пойдет лица нам на руки масло будет естественно поэтому я снял перчаточку чтобы перчаточку то потом еще можно было использовать а руку проще помыть поскольку масло нас остывшие предупреждаю что масло может быть горячим и так делать голыми руками нельзя откручиваем масляный фильтр убеждаемся в том что резиновая каемочка на масляном фильтре на месте она не осталась у там вот стоять еще подкапывает значит можно поставить дощечку пуская постоит покапает пока вытрем руки фильтр 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 масляный у нас сегодня будет от компании bosch купил bosch ну и сам знаешь что надо делать так это шайбочка которая уже отработала п 3316 идет он безо всяких тут пленок без ничего поэтому я его замотал скотчем малярном чтобы туда никакое гуно не попало а то вдруг с чего-то нехорошего переключиться не хочу вот этого фильтра bosch p 3316 есть вот такая вот проблема то что вот это вот колечко может у него запросто вот так вот сделать из фильтра понимаете да возьмем наш с вами канистрочку чека так вот а раз сюда и да потом так хоп чего снижайся потом берем так отверткой опа и японский аромат и масел у нас с вами в кармане надо чуть-чуть налить сюда маслица там вот этого вполне хватит вот так вот этого более чем достаточно для того чтобы фильтр заработал чтобы масло не выдавливала через вот это вот колечко дегенеративные мы пойдемте поставим фильтр елки-палки туда я не лажу там я ничего не вытираю даже не просите это бесполезно там абсолютная чистота просто чистота этим и все великолепно никакой книг их там грязи у меня нету не знаю как у вас вот у меня никакие грязи там нет ну и поехали ставить все ставлю на ощупь и закручиваем фильтр резиновые перчатки вот такой вот прорезиненной от руки заворачиваем пока крутится фактически тремя пальцами вот так вот все знаете в чем прикол в том что я по-моему отдал а где говорящая голова вот в том что я по-моему отдал торекс на 65 по-моему я находил на 75 и не нашел на 65 то раз я по-моему отдал и я очень надеюсь что я не затянул ту гайку от всей дури там вот ну очень надеюсь надо я хочу взять вот такую вот отвертку с клещами с зажимом и вот этой вот всей бородой попытаться вот крутить это все дело надеюсь что пойдет блин не пойдет да блин твою мать самый последний самый конченный вариант это вот этот вот пробку редуктора придется заказать новую хорошо стоит и на обои на смерти выстоит окей окей но мутная конечно вот и так ребятки что мы с вами имеем мы с вами имеем смесь масел total полусинтетика и синтетика типа синтетика от газпрома он не вы сами видите что масло очень даже черное надо достать пробку ну вот наша с вами пробочка магнитная там много всякого интересного можно можно же конечно пойти и попробовать про фрезеровать вот эти вот грани внутренние под шестигранник сделать вывести но не факт что получится медная прокладка который я здесь никогда не менял надо будет кстати тоже заказать ну вот так вот вполне прилично так резьба здесь показывает 25 и 5 миллиметров диаметр 25 и 5 миллиметра диаметр вот а шаг полтора вот так для справочки так масло в редукторе я уже залил здесь вот тут пятнышки есть не знаю видно не видно короче уже залил через шприц осталось залить моторку масла это очень хорошо подходит отрезанная горловина от 1 литровой пластиковой канистры масла и дымитсу обычная которая ну не помню которая в пластиковой канистре идет и дымитсу масло моторная очень хорошо подходит в этом плане я бахаю всегда всю канистру тупо по-моему сейчас бахнем встаю сейчас и думаю пробку закрутил я закрутил вроде бы да и фильтр вроде бы затянул значит все нормально о таких вещах обычно вспоминаю в самую последнюю секунду когда уже ну обернуть уже мало чего можно назад человечная беспечность она такая ну вот так вот и вся баночка пусто из этих банок я себе сделаю ящичек выдвижной но как правило на холодную и не прокачанный масляный фильтр у вас должно показывать больше полного у меня показывает полный фу ну должно быть больше полного сейчас стечет и будет больше полного обычно так так не забывайте про прокладку на крышке она очень иногда очень частенько остается вот здесь вот на этом крае заливной горловины прилипая к нему вы этого не замечаете откручиваете гайку туда-сюда прокладочку у вас чпух падает и вы закручиваете ее просто так крышку без прокладки ну и там туда начинают попадать какашки и так задний дифференциал у меня он со звездой вот видите да короче здесь все уже гораздо лучше то есть конструктора заднего дифференциала оказались гораздо мудрее хитрее и сделали так чтобы здесь пробки были потупа квадрат обычный берем трещоточку вставляем ее сюда и и отворачиваем наши с вами квадратики из пробочки так дальше миска уже пошло снимаем перчаточку это дифференциал задний ну а здесь в принципе прозрачная маслица по сравнению с тем что было у меня сзади стоять что за борода такая здесь по моему мною самопальная что ли гайка как-то с магнитом круглым я уж не помню то ли я сам делал то ли это бобыло вот этого я и вам не могу ребят сказать уж извините повторюсь еще раз масло самое дешманское газпром за 180 рублей GL5 кстати это вам не хухры-мухры это вам не в тапки и на форшке кататься ну вы поняли меня да вот так засовываем туда так трубочку чтобы она не упала не выпала чисто случайно так вот так вот открываем шприц открываем наш наши оставшиеся 800 миллилитров и пытаемся это дело завалить в наш задний редуктор дифференциал а не редуктор лучше когда я вот давлю вот так вот шприц в грудь закачиваю его сюда ну лучше когда масло это чуть-чуть тепленькое оно так идет быстрее такое поганое ощущение что 800 миллилитров как бы а нет все потекло потекло видите да все хворож хворож берем пыжа и скорее 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 заворачиваем его сюда все хватило ну там почти 800 там чуть-чуть меньше так мотор поехали смотреть маслицы ну блин довольно таки относительно чистая ну есть запах поменяла свой либо я принюхался уже по-моему я принюхался пахнет как всегда трансмиссионка таким блевотным запахом отвратительным блин ну темновато да ну ничего пойдет нормально зато теперь у нас с вами новая маслица спереди и сзади в дифференциалах в обоих и это очень большой плюс я его естественно туда залил не на постоянку не подумайте хотя что я вам рассказываю вот я вам вот всегда я вот вам все расскажу и мне никто ничего не пишет никакие комментарии ни с какими вопросами ну и ладно собственно говоря вот что я хотел сделать я хотел перелить вот это вот масло лишнее вот сюда вот моя вороночка вот и я его залил сюда на время на небольшое примерно на пару тысяч километров пробега ну я вот съезжу туда-обратно по делам приеду из командировочки так сказать и скорее всего махну его как раз придет мое масло и дымится которое я заказал заказал я вот такое масло и дымится трансмиссионочку оно как раз то что надо ну оригинальное субару не знаю можно было конечно и оригинальное субару залить можно было матюль залить не проблема но не знаю хочу и дымится чтобы все полностью полный комплект масел и дымится останется еще масло и дымится залить в гур но сначала нужно починить рейку рулевую потому что она у меня течет вот я вам показывал да вы видели вот сальник там где-то подсывает вот времени много не поверите без 22 ночи я люблю по ночам возиться на самом деле спокойно тишина никого нет никто тебя не достает никто не приходит блинчок помоги сделай то сделай это дай то пойдем поможешь там пойдем там сюда сюда туда обратно блин а сделай мне за бесплатно а сделай мне за плату но за совсем копейки за шоколадку блин вот ночью хорошо темнота и никого нет офигенно мне прям вот нравится вот этого дела ну и как-то у меня знаешь такая движуха ночью начинается ну я привык я же ведь музыкант емое а как всем известно музыка пишется только по ночам и вот самые офигенные гениальные музыки писались вот так вот прям вот раз и все их никто не высасывал из пальцев вот поэтому вот я вот сейчас вот это вот делаю вот вот так вот я это прям да что ты не щелкаешь вот так вот я это делаю сейчас вот для меня оно время пролетает мгновенно просто для меня это сейчас ничего не стоит абсолютно ну процедура полезная надо надо менять железячки-то изнашиваются постепенно изнашиваются железячки башка опять грязная ну ничего фигня прорвемся спасибо друзья что смотрите мои видосики привет всем новоприбывшим кто подписался только недавно вот ставьте лайки всем удачи и пока